Давайте я начну с Владимира, ему 46 лет, он сам с Харьковской области, сержант ВСУ, он обстоятельства ранения не помнит. Вышел с машины, взрыв, это случилось возле поселка Широкино, доставлен был в больницу Мещикова, его очень пострадали руки, множественные ранения рук, множественные ранения грудной клетки, брюшной полости и ранения глаз. Несколько бригад хирургов его оперировали, по сути до утра. В настоящее время состояние стабильное, перевели ему кровь, надеемся, что в ближайшее время мы его будем переводить в отделение. Пока опасений никаких нет. Идет все в положительной динамике и мы надеемся, что Владимир в ближайшее время перейдет лечиться в отделение. Второй боец Роман, это тот, о котором я рассказывал, ему 41 год, он родом из Луцка, старшина, равнение получил при наблюдении 10 числа, наблюдал за позицией вражеской. И, скорее всего, поле снайпера попало ему сначала в плечо, сменив траекторию, разбило грудину и остановилось. Это настоящее поле, которое деформировано, проходя через две кости, через плечевую кость и через грудину. Вовремя сделали операцию. Пуля пробила сосуд, артерия подключичная. И только благодаря усилиям сосудистых хирургов удалось спасти руку. Я очень люблю ваше город. Был на один раз. Хочу все, куда поездить, куда до полу. Доброе? А какая машина была? В Урале. В Урале. Чтобы люди знали, что на передове справедливые герои, справедливые герои, чтобы не толкували с собой. Это осколки. Да, это.